52 тысячи в месяц и почти миллион гривен в год. Такая сумма нужна благотворительному фонду Корпорация Монстров, чтобы не остаться без крыши над головой. Средства необходимы для аренды помещения в Старобазарном сквере и зарплаты для юриста и бухгалтера. Но сроки крайне малы. Миллион нужно собрать за два месяца. Следово команда фонда разместила свой проект по сбору средств на краудфандинговой платформе на Старте. Мы решили выйти на платформу, где мы будем уверены на 100%, что каждый перевод это осознанный перевод, что человек понимает, на что он переводит. Что это не идет речь от спасения, допустим, ребенка, а речь идет именно о том, чтобы предоставить возможность фонду существовать, работать и не потерять все то, что мы наработали за много лет, и не оказаться на улице. До конца года фонд планирует найти место, в котором они будут находиться на постоянной основе. Помещение должно быть в Приморском районе, так как большинство подопечных корпораций живут именно здесь. В мэрии директору фонда Екатерине Нажевниковой пообещали помочь. Возможно, мы получим помещение от города. На это понадобится от шести месяцев и выше, потому что нужно пройти все согласования, нужно его найти. Но принципиальная позиция города сегодня была высказана, что да, они готовы нам найти помещение. Напомню, фонд корпорации «Монстров» ежедневно помогает детям-сиротам, людям, нуждающимся в срочном лечении, малообеспеченным семьям и пенсионерам. Оставшись без попечителя, который платил за аренду помещения, фонд стал независимым, но остро нуждающимся в средствах. Спасибо.